Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередной мук-панк. Опять у нас суши! Ну, я знаю, вы будете ругаться, но что поделать? Мне так захотелось суши. Ааа, как они пахнут! Я так скучала по сушам, и, кстати, суши также скучали по мне. Васаби, ты скучал? Конечно же, скучали. Они все скучали по мне. Я знаю, что среди вас тоже очень много любителей суш, поэтому я решила заказать 26 штук. Я думаю, что я не нажрусь прям, но все съем точно. Опять же, я не отрываю эти палочки, а делаю вот так. Мне так удобнее. Первый пошел. Макаем в соус. Вкусно-то как! Также, кстати, попросила вас, как всегда, задать мне вопросы в инстаграме. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос в следующем видео прозвучал, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Также напишу вам вот сюда. Вкуснотень, посмотрите. Ну как это можно не любить, а ну как! Это с креветочкой. Запеченные роллы. Это самая вкусная еда на земле. Так проще. К сожалению, я пост выложила слишком поздно. Буквально вот только что он загрузился, и всего 58 человек видели этот пост. После диеты боюсь начинать есть. Посоветую что-нибудь. У меня и сейчас, на полсе диеты, вообще не было особо, знаете, такого аппетита. Я не знаю, что произошло. То ли у меня желудок уменьшился, то ли еще что-то. Но у меня в конце диеты уже вообще не было никакого аппетита. Я похудела в свое время на 13 килограмм. И после этого я склонна к худобе. Обалденно. Просто обалденно. Айнур, что означает твое имя? Интересный вопрос. Как вы знаете, мой ник Айка Эмили, а он произошел, конечно же, от моего имени. Мое полное имя это Айнур. А оно означает с арабского языка свет луны. Так что я лунная девушка. Какая вкусняшка. Достаточно острая они, я вам так скажу. И еще соус сам тоже острый. Как дела? Дела хорошо. Кто старше, ты или твой брат? Мой брат старше меня на полтора года. Но я никогда не чувствовала, что он мой старший брат. В некоторых кавказских семьях есть такие обычаи. То есть, брат не разрешает ни с кем общаться, не разрешает выходить из дома. У нас, значит, вообще такой темы нет. Брат, это прежде всего мой друг, с которым я могу посоветоваться, что-то рассказать ему. Ну, нету такого, знаете, что я его прям боюсь. Да, конечно, я его очень уважаю, но страха у меня перед ним вообще нет. Девчонки, не обижайтесь, пожалуйста. Приветы я передавать не буду, потому что это не очень интересно другим зрителям. Потом я заметила, что девчонки обижаются, когда кому-то я передаю приветы, кому-то нет. А мне не хочется никого обижать, поэтому приветы я передавать не буду, просто буду отвечать на вопросы. Тебе понравился осьминог? Я ожидала, что он будет значительно хуже. Но вы знаете, он очень такой нежный, очень вкусный. Если вы не видели мое видео с осьминогом, то обязательно зайдите на мой канал. Одно из последних видео как раз-таки про осьминога. У меня вообще, знаете, очень двоякое, знаете, впечатление было о нем. То есть я не была уверена в том, что он мне вообще может понравиться, потому что я человек капризный. Господи, он здесь прям искупался. И вообще, знаете, как-то мои продукты я не очень люблю. Ну, несмотря на эти все нюансы, осьминог мне очень-очень понравился. Даже, знаете, первое впечатление вроде не очень, да. Ну, так, да, на четверочку. А потом в дальнейшем ты опять тоже хочешь. Это как суши. Один раз попробовал, и все, всю жизнь ты хочешь постоянно на завтрак, обед и ужин кушать суши. Красота. Расскажи про свой позорный момент в жизни. Мало того, что этот позорный момент у меня был в жизни, еще мне опозориться перед всеми вами. Если честно, даже не могу вспомнить такой прям позорный момент. Что со мной такое происходило? Сразу так ничего в голову и не приходит. Очень много вопросов про группу BTS. Слушаю ли я ее вообще, нравится ли она мне. Я отвечала уже миллион раз, на самом деле, на этот вопрос, что нет, я не слушаю, не являюсь фанаткой. Как бы равнодушно, если честно. Для меня эти 26 штук, вообще прям семечки. Пьешь только по праздникам, ты когда-нибудь курила. Если имеется в виду кальян, то я его пробовала один раз в жизни, и то он мне не понравился. Я к курению плохо не отношусь. То есть, кто курит, это его личное дело. То есть, я считаю, что каждый имеет право делать то, что он хочет, и так далее. Что курит, когда, где, это его личное дело. Но я сама не курю просто потому, что я не получаю удовольствия от этого. Так же, как и от спиртных напитков. Я не получаю кайф, поэтому я не пью и не курю. Вот так. Готовлю ли я фастфуд дома? Да, готовлю, и даже об этом я хочу снять отдельное видео. Водичка. То есть, кукинг, я вам говорила. Я уже несколько видео снимала, как прожить на 100 рублей, романтический ужин на 500 рублей и так далее. Не могу сказать, что прям обожаю готовить, но фастфуд я люблю. Домашний, не знаю, ДНР какой-то. Надо вообще научиться готовить суши. Потому что это нечто, ребят. Это рай. Что в последний раз покупала? Я купила полчаса назад платье розовое. Такое короткое. Мы сегодня с девочками вечером идем на мероприятие. Можно ли его назвать мероприятием? Все подробности в моем инстаграме. Хотя нет. Я, наверное, смонтирую и выложу это видео завтра. Но все равно при желании вы можете увидеть. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Нас уже там стало 12 тысяч. Это очень-очень приятно. Господи, иди же ты сюда. Показываете ли вы фото с подписчиками? То есть у меня было такое, что девочки подходили и фотографировались со мной. Но я их не выставляла в свой инстаграм. Не потому что мне жалко и так далее. Может быть человек не хочет светиться в инстаграме, который смотрит, например, 6 тысяч человек. Не все же это любят, правильно? Как-то я постеснялась выложить, и мне показалось это как-то пафосно. Что вот, смотрите, меня на улице узнают уже. Следующий вопрос. Когда происходит что-то новое, у тебя бывает страх перед этим? У меня всегда, знаете, такой дурацкий характер есть. Я всегда очень трудно делаю какой-то выбор. То есть я конкретно не знаю, чего я хочу. Вроде, знаете, тоже связано, например, с работой. У меня был такой период, когда меня звали на две должности. И обе должности мне очень нравились. Я просто не знала, что делать. И в конце, как вы думаете, что я сделаю? Я не пошла ни туда, ни сюда. Пошла вообще в другое место. То есть гениально, да? Или у меня очень часто в жизни было такое, что, вы знаете, вроде я никому не нравлюсь, а тут два парня, которым я нравлюсь, которые меня добиваются. И опять же, я такая думаю, блин, какой лучше, какого бы выбрать. Метаюсь, думаю, думаю, они там между собой дерутся. Реально такое было, я не прикалываюсь. И в конце я остаюсь одна, потому что я так и не смогла сделать выбор. Гениально, правда ли? Вот как можно, знаете, самый тупой исход ситуации? Он у меня всегда происходит. Ужас вообще. Смотрите, как я держу эти суши. Креветки. Ну иди сюда. То есть мне сделать выбор очень сложно. По факту я сама не знаю, чего я хочу вообще. Сколько лет, братишки, как зовут брата, сколько он весит, какой у него размер ноги. Господи, вы у меня такие классные, такие угарные. Вот откуда вы берете эти вопросы? Вот реально очень смешно. Какой размер ноги у твоего брата? Ужас. Размер ноги 44-й, наверное. Большая нога у него, но высокий у меня. Вот. А внешне мы вообще не похожи. Ну когда-нибудь, я думаю, я вам его покажу. Но не сейчас. Параллельно я здесь еще вопросы смотрю, поэтому вниз смотрю. Привет, когда новое видео я жду. Я стараюсь выкладывать видео как можно чаще. Но вот чаще уже некуда. В день-два видео даже бывает выкладываю. Твое самое любимое азербайджанское блюдо. Знаете, я раньше любила дулму, а сейчас я очень люблю хингал. Именно азербайджанский хингал. Я его недавно, кстати, вам снимала. И понравился он мне именно тогда, когда я снимала мукбанг. Я вообще здесь, знаете, такая огромная тарелка у меня была. Я думала, как я это вообще съем. Потом начала кушать. Блин, это было так вкусно. Мне кажется, у меня уже нет вкусовых как-то, знаете, рецепторов. То есть у меня все вкусно для меня. Хотела бы когда-нибудь переехать в США. Для меня не настолько важно, где жить. Мне важно, с кем жить. То есть не важно, где ты живешь. Я бы не хотела жить вдали от своей, например, мамы. От своих родных. Не хотела бы подруг быть вдали. Если даже ты богато живешь, например, но живешь в стране, где твои близкие не рядом. Какой в этом кайф? То есть я не понимаю такие вещи. Как они быстро заканчиваются, слушайте. Куда они деваются? Есть ли лучшие подруги, кроме Фати? Приятного аппетита мне написали. Спасибо большое. Следующий вопрос. Ты эмоциональный человек. Смотрю тебя с самого начала. Спасибо большое. Мне очень приятно, что есть люди, которые меня смотрят с самого начала. А насчет эмоциональная я или нет? Конечно же, да. Даже очень эмоциональная. Знаете, у меня иногда бывают такие моменты, когда мне все равно. Вот. А некоторые люди, на которых мне все равно, они думают, что я безэмоциональная, бесхарактерная. Как бы это, знаете, высокомерно не звучало. Но поругаться я тоже могу, только с близким человеком себе. Если человек мне не близок, я даже ругаться с ним не буду. Не буду выяснять отношения. Потому что какой смысл? Я просто беру, блокирую человека и все. Если я вижу, что человек меня раздражает, бесит и так далее. То есть я очень эмоциональная. Даже чересчур эмоциональная. Я с этим борюсь. Мне это не нравится. Еще у меня, знаете, такой характер. Я такая терпила. Я терплю, 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 а потом раз и взрываюсь. Вот такое у меня есть. Интересный вопрос мне задали. Если тебе попадется хороший парень, какую бы ты свадьбу хотела? Там некоторые, знаете, говорят, что я хочу свадьбу на берегу моря. Где-то в Италии. В Италии вообще есть море. А что я не несу? Ну, в общем, где-то на берегу моря, как-то вот скромно. Где-то за границей и так далее. Я бы, если честно, хотела обычную традиционную свадьбу. Но не сейчас. Сейчас я не собираюсь замуж. Мне устраивает положение вещей. Не хочу ничего менять. Я очень рада, что до сегодняшнего дня я еще не замужем. У нас в универе вместе с нами училась девочка, которая была замужем. И у нее уже был ребенок. И я смотрела на нее и понимала, как же ей все-таки сложно. Сложно в том плане, что нужно и за ребенком смотреть, нужно и дома что-то готовить, и учиться. Мы все ходили куда-то гулять и так далее. Ей всегда некогда. Она вот бедная. Вся в торопях всегда. Я всегда смотрела на нее и думала, блин, как хорошо, что я до сих пор не замужа. А вот сейчас, вот вы просто посудите, я монтирую видео, я снимаю ролики. То есть, вам кажется, что это буквально 20 минут занимает снять ролик, выложить на YouTube. А есть еще тейки, есть обложка. Нужно видео смонтировать, сохранить на компьютер. Вы знаете, сколько это времени занимает? Да если у меня была бы семья, у меня бы никогда не было такого канала. Ну, такого канала я прям расхвалила. Но на самом деле я бы не добилась бы этого никогда. Опять же здесь вопросы про свадьбу. Идеальная свадьба, идеальная семья и так далее. Это для меня еще не близко. Даже если я встречу парня своей мечты, я не хочу за него замуж. Морально я еще не готова к созданию семьи. Семью. Семьи. Мне это кажется очень сложным. Мне это кажется пока что, что я не готова. То есть, морально я не готова к этому. Я еще не могу сказать, что прям я хочу детей. Я еще сама ребенок, я считаю. Лет к 25, может к 27, я буду думать иначе. Возможно. Ты открытый человек. Вот если честно говорить, после того, как я стала блогером, я стала более скованной, нежели я была раньше. То есть, раньше я могла спокойно познакомиться с какими-то девчонками и так далее, пообщаться. Сейчас у меня такое ощущение, вот когда мне подписчики пишут, очень часто такое бывает, мы начинаем там переписываться с девчонкой, уже как-то подружились. Проходит день-два, и мне сразу пишут, можешь меня разрекламить, можешь со мной снять видео. Я, если честно, это не очень люблю. Может быть, кто-то сейчас меня не поймет, но мне почему-то кажется, что мной хотят воспользоваться. И у меня очень часто такое было, что люди говорили, что вот как круто ты этим занимаешься, просто чисто из-за своих целей. Я на данный момент общаюсь с людьми, с которыми я и общалась, когда не была блогером. Ну, с которыми я начинала, так можно сказать. Что поняла за всю жизнь? Я поняла, что нельзя сидеть дома, сложа руки. Вот. Нужно обязательно чем-то увлекаться, и жизнь она очень коротка. Если очень сильно хотеть, в любой сфере можно стать популярным. Не знаю, элементарно можно пойти, выучить языки, найти крутую работу, купить себе машину. Ну, у кого какие мечты, да? Никогда нельзя сидеть, сложа руки. Вот если вы будете сидеть, сложа руки, у вас ничего в жизни не получится. Где обычно покупаешь джинсы? Честно, вот ничего особенного. Сейчас на мне маечка из Нью-Йоркера, и джинсы тоже из Нью-Йоркера. То есть, сказать, что я такие дорогие вещи ношу, нет. Очень даже дешевые. И это мне как-то даже, знаете, мне пофиг. Сколько стоит эта вещь. Если она сидит на мне хорошо, если она мне нравится, почему бы нет? Вот некоторые пишут, квартира там у нее, знаете, с суперремонтом. Конечно, купила рекламу у кого-то, распиарилась. Вы не знаете, что творится в моей семье. Вы не знаете вообще всей сути. Поэтому прежде чем что-то такое писать, лучше подумайте. В общем, куда ваши калории уходят? Я не знаю, куда они уходят, но я начинаю поправляться. Это ни для кого не секрет. Так что, девочки, не завидуйте мне. Может быть, после, кстати, того, как я еще сильнее поправлюсь, я буду снимать видео про похудение. Может быть, сяду на диету и буду худеть. Ну, вы знаете как, вот я вам так скажу. То есть, здесь был вопрос, твой рацион дня, то есть, после видео, что ты ешь. Например, вот сейчас я поела суши, я съела, например, 26 штук. Но это и не мало, и не много. В принципе, я могла бы съесть 14 и остаться довольной. Но я съела больше, потому что это все-таки видео, разговорные и так далее. Ну, я же не ем на протяжении дня столько. Я ем именно для видео на видео. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю, целую. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok